ЧП в Алматы выявила слабую сторону в работе служб, которые обязаны оповещать население о возможных природных катаклизмах. СМС-рассылку о надвигающейся стихии алматинцы минувшей ночью так и не получили. Почему людей не смогли сначала предупредить, а потом успокоить, выяснял Артем Истомин. На спасателей уже как-то жаловались, дескать, СМС-ки о закрытых трассах, о заморозках и угрозах наводнения приходят глубокой ночью, будят и мешают спать. Однако эта ночь, на удивление многих алматинцев, наоборот, прошла очень спокойно. Если бы не одно «но», именно в эту ночь на город обрушился сель. В комитете по чрезвычайным ситуациям заверяют. Задействовали 85 единиц машин с громкоговорящими устройствами, запустили бегущую строку по 20 теле и 6 радиоканалам. А где же самый действенный способ с помощью мобильной связи? Мы действительно натолкнулись на отказ от рассылки нашего текста. Наши обращения поступили первый раз в 4.39, второй раз порядка 5 утра, около 5 часов 13 минут. Здесь, видимо, какая-то либо неинформированность, либо недобросовестность тех операторов, которые дежурили в это время. Сами смс-рассылки ушли несколько позже, когда на местах появились руководители этих организаций. Отправили рассылки операторам Билайн, КСЛ, Теле2 и Алтел. Пока спасатели и мобильные операторы разбирались, кто прав, кто виноват, времени зря не теряли так называемые диванные комментаторы. В соцсетях то и дело появлялась информация о якобы разрушенной плотине и второй волне. Даже видео размещалось достаточно оперативно. Вот только при ближайшем рассмотрении понимаешь, это явный фейк. Полиция Алматы в настоящий момент тщательно анализирует и изучает видеоинформацию, текстовую информацию, фотоизображения, которые активно рассылаются посредством социальных сетей. Это информация, которая на самом деле не соответствует действительности. Она нацелена на то, чтобы посеять панику в обществе. Поэтому за это законодательно предусмотрена уголовная ответственность в рамках 274 статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан, частью 2. Максимальное наказание, которое грозит таким мобильным репортерам, до 5 лет лишения свободы. А это уже серьезно. По полной программе достанется и мародерам, которые захотят поживиться за чужой счет. Пять сотен полицейских работают в районе стихийного бедствия, обещают нести службу и следить за безопасностью даже ночью. Артем Истомин, Айдос Медельбеков, Хабар. Уже после того, как представители комитета по чрезвычайным ситуациям озвучили претензии к операторам мобильной связи, последние объяснили свою позицию. И рассказали, почему алматинцы не получили СМС-сообщения. К слову, пользователи соцсетей активно обсуждали всевозможные версии. Среди них и просроченная оплата госзаказа, и недопонимание между сотрудниками сотовых операторов и департаментом по ЧС. Как выяснилось, взаимодействие происходит на бесплатной основе по соглашению сторон. Сбой рассылки, по словам представителей мобильных операторов, произошел из-за несовершенства существующего соглашения. В этом соглашении предусматривается рассылка только тех сообщений, которые соответствуют утвержденному формату. Тот запрос, который поступил к нам сегодня утром, он не соответствовал этому утвержденному формату. И я, в принципе, могу даже процитировать, что не допускается в этом соглашении рассылка СМС-сообщений, которые не соответствуют вот этому утвержденному формату. Поэтому наша компания действовала в соответствии с регламентом, закрепленным этим соглашением.